Сибурятский фестиваль Дни праздника бомжей за пределы города В его защиту выступили жители улицы Ленина Здравствуйте! В эфире программа «Богдаев» И у нас сегодня в гостях один из старейших горожан города Улан-Удэ Всеми уважаемая, почитаемая, любимая Балимбах Мария Александровна Здравствуйте, Мария Александровна! Здравствуйте! Я от всей души хочу поздравить вас с наступающим юбилеем города Потому что это и ваш юбилей тоже Вы у нас ровесница республики практически, да? Да 24-го года рождения 25-го 25-го А республика у нас создана в 23-м году 23-м году То есть вы фактически росли вместе с городом С его новой столицей, да? С столицей республики Тогда Верхнеудинск назывался, теперь Улан-Удэ Вместе росли, видели, как он развивался и так далее Можете сравнить тот старый Верхнеудинск и сегодняшний Улан-Удэ? Да, конечно, могу Значит, в 1923-м году по приказу Сталина Калинин приехал сюда И, значит, с организацией Бурят-Монгольской АССР В тот период времени Если в тот период времени сопоставить сейчас Значит, совершенно было другое У нас были везде деревянные домишки Небольшие только купеческие дома были более-менее выглядели А так в основном деревянные дома Ходили мы по трём дощечкам Тротуары были из трёх дощечек А сейчас наша столица выглядит совершенно по-иному Везде всюду у нас цветы Такое, значит, построительство какое у нас Везде, как говорится, высотные дома красивые, многоэтажные Притом они, значит, не только выглядят красиво Но и одновременно оформлены, как говорится, и с рекламами И всюду очень-очень-очень хорошо Другое хочется сказать Что выговор тот самый, когда мы прошли по газете Это был несправедлив Почему? Потому что прежде чем до этого Мы обратились к Андрею Накенчу с письмом, с жалобой О том, что бомжи нам не дают спокоя Нет совершенно ни днём, ни ночью от них покоя никакого Подписало 121 человек Подписали это заявление Просьбу, Андрей Накенчич, наведите, пожалуйста, порядок Чтобы мы могли спать спокойно Чтобы эти самые бомжи не кричали ночами Ни цензурно, как говорится, не говорили вот эти некрасивые слова Ведь надо не забывать Столица наша, всё-таки, как ни говорить Растёт и растёт, цветёт с каждым днём Везде кругом в полисадниках цветы В газонах построят тоже самые цветы Магазины, значит, выставляют горшки с цветами Красивые такие, всё у нас сделано А они у нас гадят Они там же у нас под лестницами спят Безобразники Мария Александровна, давайте уточним Я хочу уточнить для зрителей, чтобы они понимали, о чём речь Вы с 61-го года, 60-го даже, 60-го Являетесь председателем домкома, внутридомового комитета По улице Ленина, 31, 33 и Калавиши, 25 Да, я там побывал, это райский уголок Это внутри, значит, Арбата, да, у нас получается В центре города Да, где же и на ювелир Да, да, да Вот в 60-м году вы в числе первых, можно сказать, улан-удэнцев Получили квартиру в этом доме А это два было престижных дома, говорят Да, это дома были обкома панели Как же вам удалось-то простому улан-удэнцу получить? Очень просто Мы жили в этой ограде Там раньше стоял дом Трунёва Большой Я понял, что вы там жили с 30-го года Да Свиней держали? И свиней держали И курочек И кор держали Да И всё было у нас своё И молоко у меня было своё И яйца, мясо, всё было своё Полностью было хозяйство Я там не... Мы в 30-м году жили на улице Сталина в то время Сейчас у нас коммунистическая Где магазин Ну, короче говоря Как вам сказать, там была милиция в ограде Милиция была у нас И в ограде был наш дом Там жили как раз все И мы в том числе Это работники были пединститута Организовался в тот период Но это рядом с Баргузино Да, 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 да Вот там мы жили Это, как говорится, в 30-м году Первоначально И вот вы первые люди, которые попали под снос, получается Да, нет, нет, не под снос Мы не попали под снос А куда дом-то делся? Да, дом там, как это... Мы когда уехали, этот дом ещё остался Мы жили на рабочей улице Пединститут открылся Вот бывший наверху Там ещё жили Там улица рабочая называлась Вот пединститут там был В ограде, значит, нас там жило Ну, семей 20, наверное, с этой стороны в ограде По рабочей улице Где остался сейчас единственный дом Это он в тот период времени Пединститут начало только был Там сейчас, по-моему, английский Иностранный факультет В этом здании Мы там в ограде жили Возле главпочтамта? Да, 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 да Вот там жили Это было уже... Так а на Ленина как оказались? На Ленина сейчас... В престижном доме А сейчас я вам расскажу, как оказалось на Ленина Короче говоря В 1946 году Вышла я замуж Пришёл мой муж с фронта Вот, как говорится Он в шинели И в этих сапогах кирзовых И у меня особенно ничего не было И вот мы с ним поженились В 1946 году И в 1946 году Рогодченко, бывший тогда управляющим Роснабсбытом Он тогда нам дал квартиру В этом, в ограде Этого нашей... Как ветеран Да, да Как участник Он там работал Он до войны там работал И на фронт от них ушёл Всё понятно И вот с 60-го года Вы возглавляете этот домком Ровно через год Вы были признаны Лучшим домовым комитетом, да? Да Ну, а что я могу рассказать? Мы первоначально, знаете Можно у нас было Можно сказать, что Как пионерский лагерь был Дети у меня пол восьмого вставали То есть дети жители? Дети, дети Вот этих трёх домов В пределах ста детей Значит, все знали До сих пор у меня этот гарниз живой Это Филатов Витя Он утром, значит, горн Поднимали флаг Дети бегали Значит, занимались спортом После этого у нас была У каждого распределена своя обязанность Кто занимался поливом Кто чем Короче говоря До девяти часов Они всё вот это за полчаса За час управлялись Мария Александровна Я понял, что это был единственный В Бурятии Внутридомовой Пионерский Лагерь Почти как лагерь был И вот, значит, мы в этом 61-м году Получили грамоту от ТЦСПС И, значит, с мужем нам дали грамоту За хорошее воспитание вот детей Вот говорят, вы получили путёвку в Артык А у вас было четверо детей А вы отдали эту путёвку Соседям Почему? А ваши дети не обиделись Нет, а почему это так? Потому что у нас в Аграде было детей У всех У кого четыре У кого три У кого пять Единичный случай был У кого один ребёнок Детей, то есть тоже детей Надо же Было в трёх домах Очень много И у нас была такая семья Филатовых У неё тоже, значит У них тоже было четверо детей Пятеро у них было И эту путёвку отдали девочке Филатовой А почему свои надо было отправлять? А почему свои? Потому что всё-таки мы же Как ни говорите Чтобы не было никаких разговоров О том, что вот Балимбах Получила путёвку Отправлять своего ребёнка Марина Александровна Вы вот уже 46 лет 46 лет, да? 56 лет Бессменно возглавляете Свой этот внутридомовой комитет Комитет, да? На общественных началах Помимо этого У вас была своя основная работа Обязательно Большая семья Родителей надо было ухаживать Четверо детей За мужем присматривать И так далее Ну вот зачем вам всё это было нужно? Вы мне скажите Вы знаете Как-то мы на это не обращали внимания У меня даже муж сам Всегда выходил пол шестого Он до работы В то время Как-то у нас не было Даже дворника Он сам подметёт Уберёт До того времени Пока дети выйдут Ночить по граду Вот так мы привыкли К труду с детства Но у вас Даже не внутренний двор А какая-то дача Я там насчитал У вас пять вишен Черёмуха есть Ранетка Крыжовник растёт Везде в тыквах Да Тыквы, кабачки К кабачках И так далее Ну просто какой-то райский уголок Да Я понял, что Вот за 45 лет работы Главным бухгалтером Да С МУ номер два В общем-то Вы могли, конечно И денежку заработать И добра нажить Я посмотрел Вы живёте в двухкомнатной квартире Достаточно Скромно Единственное богатство Я понял, что это шкаф Турнёвский шкаф Купеческий старый До 100 с лишним ему лет Вот все ваши дети Уже, к сожалению Разъехались Кто? Один сын в Америке, я понял Другой в Израиле Дочь одна в Биробиджане Четвёртая в Красноярске Я понял, в Израиле У вас 72 человек уехало Родственников Да Родственников всех Не обидно, что Родные и близкие Покидают Бурятию Ламудэ Россию Вы знаете, это было безвыходное положение То есть это в тяжёлые 90-е годы? Да, в самое тяжёлое время Когда у меня после института Сын почти 15 или больше лет Это работал на ваезаводе Был начальником конструктора Бюро Это 19-го отдела Вынуждена была посадка Там не платили зарплату почти 20 месяцев Они были без зарплаты Он даже вечерами собирал своих работников И ходил на железную дорогу разгружать вагоны Для того, чтобы немножко прожить И поэтому так получилось И как раз под период времени За год За два года раньше Значит, как раз здесь у нас организовалась Еврейская община И по еврейской общине Детей начали отправить в Израиль на учёбу Дети как раз у нас закончили 10 классов Это внучки уже Внучата Закончили десятилетку И мы вынуждены были отправить их туда В Израиль на учёбу Они там заканчивали Получили все высшее образование И там остались Сын поехал с женой посмотреть Как дети там живут Раз побыли, два побыли И решили переехать к детям Всё понятно Только и всего Мария Александровна У вас вот на груди звезда Давида Это символы еврейского народа Иудаизма Вот в девичестве вы были Аснер Я понял, ваша мать Шмулевич То есть вы классические евреи наши бурятские Чисто кровные Откуда вы образовались в такой Сибири Такой глуши, в холоде Откуда образовались В 1863 году они были сосланы Как политкоторжание Польское восстание было И мой дед Аснер Продед мой Продед Аснер Он был как раз, видимо, там вожаком ещё У него было прозвище И Исаак Чёрный И вот он был сослан В Баргузин Баргузинского района Село Баргузин Вот А мамины родители, значит, сосланы были в Заган Мухоршебирского района А у мужа родителей Были сосланы в Саралдай Тоже Мухоршебирского района Так что все здесь Как говорится, выросли потомки Вот именно Здесь Бурятия Вросли корнями Да, вот именно корнями Именно здесь Верхнеудинский Раньше как называлось А сейчас столица Бурятия Улан-Удэ Мария Александровна Я понял, что вы встаёте В 4 утра, да? Не спится Всё-таки возраст большой, 91 А у вас, я смотрю, светлая память Ну Крезво мыслите и так далее Вот в чём секрет этот долголетие? А секрет в том, что без труда Без труда Никогда ничего не сделаешь Чем больше ты трудишься, тем больше ты проживёшь Вот вам всё моя Весь мой секрет Я привыкла с 6 лет трудиться Мама была, когда работала в педагогическом Институте, она работала там Уборщицей просто-напросто Мы здесь с сестрёнкой ходили Помогали маме Там полы мыли Там всё делали И привыкли в тот период времени Как-то привыкли уже к труду К хозяйству То же самое держали Там, будучи в пединституте В ограде рабочая улица была Мы там жили И одновременно держали Точно так же всё хозяйство Понятно Мария Александровна Я ещё о чём хотел сказать Вы помимо, значит, активной общественной работы внутри своего двора Ещё занимаетесь и общественной политической деятельностью занимались Были доверенным лицом и Зюганова И Потапова И Айдаева И так далее У вас что, всё-таки коммунистический взгляд? Вы же коммунистской не были? Нет, не было Коммунистические взгляды Вы говорите Да Вот мы ехали сейчас в такси в студии Вы сказали Я вас спросил Любите Путина? Вы говорите Люблю Путина Вот расскажите Или зрителям будет интересно За что вы любите главу государства? Как его не любить? Так Потому что ему досталось именно точно самое То, что было когда-то при Сталине Сталин после смерти Ленина Принял Советский Союз с Сахой А окончил с Атомом Точно так же досталось и Путину сейчас Всё разруха Кругом была Чьи слова про Сталина вы процитировали? Чьи слова? Мои слова Уинстона Черчилля А, Черчилля? А, Черчилля слова Да, это он сказал Это я скажу точно Это значит Белов писал в своём Целая статья была Белова На 80 лет Сталина Белов выступил и сказал Как раз у него такие речи были Что такого, как Сталин Надо ещё не было и нет Правда, он хотя и жёсткий Жёсткий И что вы хотите сказать? Тем не менее, у него был полный порядок В Советском Союзе Путин это второй Сталин, хотите сказать? Да, хочу сказать Но только, может быть, у него характер не тот Характер не тот Помягче Помягче, да Но ему досталось то же самое И характер у него И сейчас мы были в тот период времени Были самые, как говорится Все боялись Советский Союз Сейчас одновременно тоже сам боятся Россию Потому что мы уже встали на ноги Как вы думаете, должны бояться Россию Или уважать? Уважать и бояться И то, и другое Мария Александровна Ну вот вы сказали, что вы Человек еврейского происхождения А я вам хочу сказать Что Сталин был Ярым антисемитом Преследовал евреев Вообще там дело врачей Должны были истребить, наверное Всю нашу еврейскую интеллигенцию Но слава Богу Бог не позволил То же самое говорят про Путина Что вот евреев преследует наших олигархов Ходорковского Гусинского И прочих наших богатеев Еврейского происхождения Вам то не обидно Как представителю этого великого народа Нет, мне нет И вы говорите Я люблю Путина Но он же, говорят, преследует наш народ Нет Ваш народ Нет, я люблю Путина Потому что, может быть Он справедливо относится Потому что они То же самое Незаконно нажили Все эти средства Они же незаконно нажили Это не просто так Возьмите Вот я проработала 42 года 45 лет Муж проработал 62 года Мы не имеем никакого богатства Потому что мы не воровали Работали честно И, как говорится Муж всегда говорит Мы, мать, с тобой Спим спокойно Знаем, что к нам Никто не постучит А они наворовали эти деньги И поэтому, может быть Он и прав Что уничтожил Того и другого И третьего Путин, я считаю Что он прав А не просто так Все Возвращаемся К нашим баранам Что же вы все-таки Решили Андрея Тулонова Поддержать-то? Говорят Правозащитники Выступили против нее Нельзя Вот Эта свободу личности Права личности Нарушают У нас все-таки Демократическое Рыночное государство Где каждый Праве Либо, значит Разбогатеть Либо, значит Выбрать путь Бомжа Бомжевать Нищенствовать И так далее А вот Он предложил Выселить за город Нарушил тем самым Права человека А вы-то почему защищаете Он нарушил Как этот корреспондент Один написал в газете Что он нарушил Права человека Хорошо Если считает Что у бомжей Есть права человека А где же наши права Кондиционное право По-моему Всем одинаково Почему мы должны Терпеть все эти Все вот эти беспорядки Которые бомжи устраивают Это совсем беспорядок Потому что Надо все-таки считать С тем Что в центр города У нас столько туристов Столько туристов Они лежат В безобразном виде Смотреть даже Просто противно На них глядеть Посмотрели бы вы сами Вот так брюки спущены Лежит он Весь грязный Весь Как вам сказать Я буквально вчера Прошел Запорбат И действительно Очень неприятно Невозможно даже Смотреть на них А туристы проходят Они же их фотографируют Вот вам лицо Нашего города Как же за него Не заступиться Когда он Хотел наоборот Показать Что у нас все в порядке Все хорошо Что вот те вот люди Которые у нас сейчас Нарушают вот это Вот приводят Все У вас один сын Живет в Америке Богатое государство Нет не сказала бы Не сказала бы Почему Богатое государство Потому что там живут Точно так же проще Как и у нас И они там не богачи Они простые Простые люди Работают На простых работах Несмотря на то что Но там тоже бомжи есть Там бомжей не видать Я в Израиле Ни одного бомжа Не увидела Я вот в Израиле Задала вопрос Одно будет врачей Так как-то пришла Что-то разговорились Интересно У нас бомжей полно В городе А у вас Я говорю Бомжей я не вижу На меня врач Вот такие глаза Выставила Вы что сказали Что за бомжи Это больные люди Мы их лечим Они у нас Все получают пенсии Они у нас И вот сейчас Я прочла газету Омская Значит в Омске Посмотрите Что творится Церковная Церковь Выстроила здания Для бомжей Собрали всех бомжей У них не видать Бомжей Они их собрали все Вымыли Как говорится Привели в порядок Там у кого не было документов Оформили Оформили эти все документы Некоторых устроили на работу А почему у нас Этого нельзя сделать Почему наши бомжи Должны вот так Вот как говорят Что они в таком состоянии Может быть действительно Надо тоже вмешаться В нашей церкви Еще кому-то Чтобы сделать это все Мария Александровна Я понял что вы обратились К главе Бурятии Наговицыну Да Ну защиту Тулонова В том числе И решить проблему С бомжами Я вот помню Советские времена В детстве У нас не было бомжей Один из наших соседей Ну выпивающий алкоголь Но были только такие Лечили его Вот он Два года И он отсутствовал Я говорю Где он Говорит ЛТП Это что у нас Лечит Трудовые поселения Да То есть Государство Все-таки Как-то О них заботилось Что ли Можно сказать За тудьянство Могли там В ЛТП там поместить За алкоголизм Наркоманию И так далее Как вы думаете Какие меры Это государство Должно принять Видите В тот период времени Как-то у нас работало И значит Окрезвитель был И ЛТП Вот это было Всех их собирали туда Я даже могу Привести вам Такой пример Я еще На производстве У себя Значит Ну и была Председатель еще Постройкома 15 лет Была Председателем Народного контроля Значит Была еще В народном контроле И мы значит Что делали Когда у нас Рабочий выпивал И жены Приходили с жалобой О том Что не приносит Домой деньги Что мы вызывали Его на постройком Ставили перед ним Задачу Пиши Доверенность жене И зарплату Мы ему не выдавали Зарплату Выдавали женам Тем самым Мы как говорится Обеспечили семью Что они значит У нас получали Зарплату Уже И прекращали Выпивку Вот этих наших Рабочих Нужна какая-то борьба Потом надо восстановить Мне кажется Вот это ЛДП Или что-то Но какое Что-то надо для них делать А лечить надо Конечно Лечить надо Они же ведь не совсем Я посмотрела Такие молодые ребята Ходят Совсем молодые Видимо от того Что у нас все-таки Из 478 наших предприятий Которое было в Бурятии Осталась всего капля в море Алиционный завод остался Приборка немножко Совершенно можно посчитать По пальцам Безработица-то у нас большая В связи с этим Что у нас такая безработица Вот и вам результат Мария Александровна Но с другой стороны Вот питательная почва Для этих бомжей Это доброта наших людей Да Вот я мимо иду Но не могу Но 5-10 рублей Все равно Оставляешь Сердце-то сжимается И я вот где-то прочитал Что они в день имеют По 800 Это я же говорила Да По 800 По 1000 рублей могут зарабатывать Да Я разговариваю Я же с ними Имею связь с этими бомжами Я же с ними Со всеми почти Потому что они поселились У вас там Они знают прекрасно Все меня Со мной здороваются Разговаривают Все И я как-то вела с ними беседу Собрала их и вела Я говорю Ребята Вот так Вот так Ну до каких пор это будет Давайте Будем восстанавливать Свои документы Давайте будем Это Один мне сказал Что я больше Так Как он мне сказал В Афганистане Я афганец Вот без ноги который Он мне сказал Что я афганец Вроде И был Так Ну почему ты дошел До такого Скажи ты мне А вот получилось так Что я потерял Все документы Вроде И начал Начал пить И значит Что такое Бросил семью Вот Я говорю Ну вот скажите Ты получаешь Сколько пенсий Восемь тысяч пенсий У меня Ну и что тебе Еще не хватает А я значит Каждый день Ежедневно У меня выручка Ага Я ему сказала Так Собирайся Иди В церковь Там сейчас Таких принимают Там тебя Приведут в порядок Все Смотрю Через три дня Он опять сидит Я говорю А ты почему Снова пришел Там пить не дают Курить не дают И работать заставляет Я говорю А как ты хотел Ты видишь Я вот видишь Вот мне ходишь Я полшестого Встаю Я уже В ограде Что-то делаю А ты работать Такой молодой Не хочешь Сколько лет 56 лет мне всего Я говорю Почему ты не хочешь работать Не хочешь ты работать А я здесь что Я значит В день собираю По 800 По 1000 рублей Он мне сказал Я вот выпил Полежал Выспался Потом опять Соберу Опять выпью Вот и результат Мне кажется Нашим Жалеть не надо их Потому что Это бесполезные люди Не надо им подавать Чтобы они вот Именно не собирали И не пили Если у них Не будет денег Они не будут заниматься Бомжестом Они пойдут все равно Работать куда-то И чем-то будут заниматься Пенсия значит Он будет на пенсии жить Может быть действительно Построить какие-то Дома их куда-то Эту пенсию направить По назначению Сейчас им отдавать И все Знаете в чем Печальная ситуация Я вот этой зимой Был ошарашен Очень много стало Попрошаек Бурятов И вот они Обращаются На бурятском языке То есть Голодаю Помоги И так далее Раньше такого не было Буквально в этом году Я был поражен Конечно Еще в форме Ламы один есть Нет Этот у них По религии положен Да Он Как говорится Не бомж У ламы У монаха Да У него все имущество Это должен быть Этот горшок Для подаяний Вот сколько он За день собрал Сколько ему дали Вот и все его имущество Больше ничего не должно Быть У настоящего ламы Да Это русский лама Кстати Мы его собираемся Пригласить в эфир Очень известный В духовном плане Продвинутый человек Он как говорится По воле Божией Так промышляет Другое дело Конечно же Просто помышляет Ну что ж Мария Александрова Время эфира Заканчивается Я знаю Что 25 августа Вам исполняется 92 года 91 А 91 Да 91 Да превыеличил Не надо Вообще Женщины Вот есть Присказка Что у женщины Нет возраста Действительно Вы наверное Подтверждение Этим замечательным Крылатым словам Мария Александровна У нас Наша программа Выходит не только В Улан-Удэ Но ее по интернету Могут посмотреть И во всем мире Поэтому я вам предлагаю Обратиться К своим родственникам Детям Внукам Даже есть Два правнука У вас Я понял Да Два правнука Которая жизнь Раскидала По всему миру Вот пожалуйста В этот хир Несколько Ваших слов От бабушки Прабабушки От Как говорят От старейщины Вашего рода Балимбах Ну что Я обращаюсь К всем моим детям Внукам Правнукам Праправнучки Для того Чтобы все были живы Здоровы Самое главное Самое главное Пожелаю Чтобы они Долголетия Здоровья Как говорится Всего-всего Мира на земле Чтобы не было войны Потому что война Это очень страшно То что мы пережили Их четыре Эти войны И мне хочется Чтобы все были Как говорится В достатке Все было Все так Как у каждого Чтобы было То что Что они хотят Вот это основное И что я еще хочу Пользуясь моментом Я хочу всех Всех-всех-всех Наших Улан-Удэнцев Бурятии Поздравить С праздником С наступающим праздником 350-летия Юбилея Города Улан-Удэ Пожелать всем Крепкого здоровья Как говорится Только Не только Крепкого здоровья Пожелать Одновременно Успеха Во всем Производстве Только Как говорится У кого Что только есть На душе Чтобы никогда Не думали о плохом Думали только О хорошем И все будет Всегда хорошо Молодым Хочется пожелать Чтобы они были Как говорится Знали свои корни Всегда Значит Почитали Старших Почитали своих родителей Внесли культуру И науку В нашу Как говорится В наш народ И любили свою родину Как родную мать Спасибо Сегодня у нас в эфире Программа Богдаев На АТВ Была старейшина Нашего города Мария Александровна Балимбах Настоящая драгоценность Живой пример Трудолюбия Оптимизма И настоящего Здорового Долголития Счастья вам Мария Александровна Спасибо Что пришли в эфир И я надеюсь Мы с вами еще встретимся Всего доброго Уважаемые зрители Спасибо С наступающим праздником Вас также Спасибо